Во-первых, здравствуйте! Очень рад всех вас видеть здесь. Очень рад видеть знакомые лица, очень рад видеть новых людей, которые пришли. Большое спасибо, что пришли и что у вас есть интерес к дрессировке. Это здорово! Значит, по поводу дрессировки. Я хотел бы предложить вам таким образом построить наш семинар. Сначала мы будем говорить в общем о дрессировке, что это такое, для чего она нужна, в каких целях используется. Потом мы будем говорить о разных видах дрессировки, и потом уже конкретно пойдем дальше по конкретным видам дрессировки и по конкретным навыкам собак. Дрессировка вообще штука очень старая и древняя, и в самом начале она имела такой, ну, на полную катушку то, что называется симбиотический характер, симбиоз. Когда древний человек, он, естественно, не пытался приручать диких псовых, не пытался влиять как-то на их поведение, обучать каким-то новым там трюкам и так далее. Он просто использовал то, что есть. Поэтому те собаки, которые, ну, назовем их условно собаками, хотя это были не совсем собаки, те псовые, да, которые банально просто питались на помойках древних людей, да, соответственно, они там где-то рядом и поселялись, потому что зачем далеко бегать в столовую, лучше рядом поселиться, да. И, соответственно, при возникновении каких-то проблем и опасностей, они первые поднимали тревогу. И людям это было очень удобно. Потом, естественно, эти псовые очень быстро сообразили, что когда группа людей выходит куда-то и идет, у них такие палки на плечах, да, ага, значит, надо идти за ними, потому что там точно перепадет что-то. Соответственно, они шли, они потом стали опережать, гнать зверя и так далее. И это тоже было удобно, это использовали. Никто их не дрессировал. Более того, если они близко приближались к стойбищу, их еще и могли ими же и закусить. Вот, поэтому они были рядом, но близко не приближались. Мы в данной ситуации, общаясь здесь с вами, мы имеем дело уже с продуктом селекции, с продуктом длительного отбора и подбора псовых по разным параметрам, по разным признакам. Это уже продукт творчества человека. В первую очередь, две основные вещи, куда шла селекция, это селекция шла по поведению и селекция шла по экстерьеру. Изначальная селекция в первую очередь шла, конечно, по поведению, потому что, ну, в стародавние времена было не до жиру держать очень красивых собак. Собаки должны были быть функциональными в первую очередь. Они должны были избавлять от мышей, от крыс, они должны были охотиться, они должны были охранять, ну, вплоть до участия в военных действиях. То есть, от собаки в первую очередь требовалась функция. Несколько позднее уже развелась селекция по внешнему виду, по экстерьеру. Сегодняшний семинар посвящен дрессировке. Дрессировка – это поведение. Поэтому об экстерьере, если мы будем говорить, то будем говорить минимально. В первую очередь, будем говорить о поведении. Обучая собаку, мы должны понимать четко, сразу, что это не человек. И очеловечивать собаку нет никакого смысла, потому что это контрпродуктивно. Сразу хочу сказать, если вдруг кто-то что-то не понимает, какие-то слова, какие-то термины, это нормально. Не стесняйтесь переспрашивать сразу же. Ладно? Договорились? Угу. Хорошо. Собака слышит по-другому. У нее частотная характеристика другая. Видит по-другому. Общается по-другому. Поэтому обучение собаке очень, в некоторой степени, очень похоже на обучение слепоглухонемого. Используются разные способы, методы, приемы. Но в целом вы должны понимать, что собака не понимает слов. Она не понимает речи. Она не понимает. Продолжение следует...